Микс Ньюс Гость в студии Здравствуй, мил человек. Проходи, гостем будешь. Выпьем, закусим, о делах наших скорбных покалякаем. Гость в студии Гость в студии и бывший глава правления ЛТВ и Версбелта. Доброе утро. Доброе утро. Господин Белта, ну вот уже более чем 6 месяцев прошло после того, как Совет по электронным СМИ принял решение выразить вам недоверие, в связи с чем вы покинули свой пост. Чем вы сейчас занимаетесь? Частично я занимаюсь своим бизнесом, выстраиванием своего бизнеса. Плоды, наверное, придут еще не скоро, к сожалению, но в основном, в принципе, это разные такие медийные проекты, в которых я участвую. То есть вы продолжаете работать непосредственно как-то со сферой СМИ? Когда вы говорите о том, что вы занимаетесь своим бизнесом, он как-то связан со СМИ? Это, к сожалению, нет. Никаким образом не связан с МИДИ. Но в одном из своих интервью вы указали, что работаете как фрилансер-консультант и помогаете многим фондам и предприятиям в сфере содержания именно русского содержания. Действительно это так? Да, это действительно так. Это фонд, который находится в Брюсселе, который попросил меня помочь отобрать лучшие проекты, которые были засланы, скажем так, на выбор и потом на производство. В этом проекте я помогал. Там есть еще и, скажем так, некие технические вопросы, по которым я им помогаю. Так что оно действительно консультационное. Это европейский проект? Это европейский проект. А почему речь тогда идет о содержании на русском языке? Это как раз на русском языке, действительно. Это, не знаю, это вещательный проект? Это контент. Почему русский язык? Это контент, который могут использовать телевидение в разных странах, если они этого желают, если они участвуют в этом. И, соответственно, продюсеры, которые это производят, они тоже, там были как раз, например, два проекта из Латвии, которые могли бы создаваться на европейские деньги. Вот такой проект есть. Это что-то вроде, вот есть проект Евроньюз, который вещает на весь Европейский Союз. Нет, это не Евроньюз. Что-то аналогичное. Что-то, что распространяется в пределах ЕС, но на русском языке. Это уже существует? Это либо только планируется? Это существует уже с начала, скажем так, вот этого украинско-российского кризиса. Конфликта. Да, там инициатива есть, но вот последний год, скажем так, там несколько проектов было, по которым сейчас выделяются деньги и ведется работа. Так что очень интересно. А как раз такие основания, это Брюссель, да? Это Брюссель, да. Насколько, по вашему мнению, вообще распространение такого контента через интернет сближает телевидение уже с потреблением контента в интернете, к чему все больше привыкают пользователи сети? Потому что как раз за те годы, которые вы возглавляли латвийское телевидение, мне кажется, произошел какой-то перелом. То есть, ну, стали все говорить, что, в принципе, вот нужно готовиться к тому, что телевидение должно меняться, потому что вот старое потребление, когда вся семья собирается вечером у телевизора, это все в прошлом, и нужны какие-то вот новые, новые возможности. Ну, мы живем реально в таком мире серьезных перемен в сфере СМИ. И, ну, я думаю, что даже радио не могло бы себе представить еще, ну, скорее всего, ну, 10-15 лет назад, что здесь будет камера, и без этой камеры вы никак не сможете выжить, да, потому что это важно. Потому что это стриминг, это какие-то пользователи в интернете. То же самое происходит с телевидением, к сожалению. И как-то телевидение в свое время, это был такой, ну, авангард, это было основное медиа. Я бы сказал, что это сейчас вот абсолютная классика, и, в принципе, у телевидения тоже создается некий кризис, кризис потребления, и телевидение так же, как и газеты, так же, как и радио, ищет свой путь, как, в принципе, выйти на эту более молодую аудиторию до 35 лет, которая, в принципе… Которой нужна только одна кнопка YouTube, мне кажется, как сейчас. Нет, ну, я, конечно же, утрирую, да. Ну, вы сейчас утрируете. Я сильно утрирую, но как раз та аудитория, которая получает информацию в интернете, и если это видео, сюжет, картинка, да, то, скорее всего, это видеохост, видеосервис. Ну, я бы сказал, наверное, так. Я больше склонен всегда к данным, данным по смотрению, скажем так, одного или другого СМИ. И то, что мы видим последние года, это то, что потребление контента не снижается, уровень не снижается, но переносится с телевизора, с большого экрана на разные маленькие экраны. И вот проблема, или вот такой челлендж, как сейчас все, вызов, как все любят говорить, заключается в том, что телевидение, в принципе, должно переключиться и думать иначе. И вот это сложность. Ну, вот я просто могу сказать, что, наверное, самое главное, что не хочет молодёжь, это ждать, вот, когда в программе телепередач появится их любимая программа, которую они хотят смотреть. Они привыкли уже к тому, что это, ну, вот наше поколение ждало там, когда, условно говоря, панорама выйдет. Вот я хочу знать новости именно сейчас, я хочу нажать на кнопку и получить. Но, в принципе, телевидение ведь старается подстраиваться под это. Есть программы, которые, ну, вот вы пропустили программу, но вы можете посмотреть. Нет, тот же TED сейчас предоставляет абсолютно функцию услуги, там, перемотки, да, сюжетов. Вот это вот возможности, которые приходят на телевидение. Ну, я думаю, что это самая маленькая услуга, которую может представить телевизионная, ну, контентная компания своему зрителю. Это посмотреть тогда, когда он этого желает. Это самый минимум. В мире развитие, скажем, вот этот сервис уже давно идет вперед, и, скажем так, и с подпиской, и контент подстраивается под своего зрителя, и так далее, и так далее. От общего к частному, да, если говорить о телевидении, господин Белта, что происходит в Латвии с общественным телевидением, что у нас сейчас происходит, на ваш взгляд, с ЛТВ? Вы уже несколько месяцев, восемь, не возглавляете этот общественный телеканал, но, тем не менее, вы следите за ситуацией? Вам не все равно? Вы неравнодумны? Нет, нет, действительно, не все равно. И сожгли мосты или нет? Ну, естественно, что у меня остались мои связи с бывшими коллегами, и я не могу сказать, что я очень активно слежу за тем, что происходит на телевидении, но я должен сказать, что, в принципе, изменения есть. Ну, естественно, и изменились, и отношения, серьёзно изменились отношения между работниками и Советом, изменился стиль руководства со стороны Совета, естественно. Я думаю, изменился также, может быть, изменился уровень финансирования на этот год, что тоже повлияло на картинку, которую мы видим. Мне очень отрадно смотреть, что мои бывшие коллеги, зная бюджет этого года, и он был действительно таким спартанским и действительно непростым, что коллеги всё-таки вышли из этой ситуации до осени, и мне отрадно смотреть, что... Ну, я вижу, что есть и подготовка к осеннему сезону, что я оцениваю по маркетингу и так далее. Так что мне отрадно, что это всё не сломалось, потому что, скажем так, руководство покинуло этот корабль. Изменения. Просто я хотел уточнить всё-таки, в какую сторону они происходят? Потому что вы так обтекаемо говорите, что происходят... Да, произошли изменения, но вот как вы их оцениваете? В самой компании, в самом телевидении, я думаю, что довольно-таки трудно стало работать, потому что есть некие, если так честно, есть некие внутренние конфликты, которые начинают появляться. Но то, что я чувствую, то, что, наверное, господин Приеда, не очень подчеркивают в своих высказываниях, очень много, очень сильно усиливается контроль со стороны Совета, приходит очень много разных запросов, запросов на разные такие общие вопросы, но чувствуется такая сильная контроль над внутренними процессами в телевидении. Этого не было до сих пор. То есть вы были автономны, сами себе принадлежали и курировали развитие телевидения? Ну, естественно, нет, потому что мы подчиняемся Совету. Это как надзорный орган, да, да, конечно. Мы должны отчитываться, и мы должны отчитываться обществу за проделанную работу. Это всё было, но меняется тональность, как это происходит. И если… Ну, давайте я вам дам один пример сравнения с бывшими Советами, тогда, наверное, станет яснее. Про господин Диманцы. Да, да, да. Диманцы и Аэду Левск ЦАЛы. Это был Совет, которого очень сильно интересовала работа телевидения в плане того, что мы хотим достигнуть, и они нам помогали в этом. И это аудитория канала. И как вы помните, когда мы начинали работу как Новый Совет, я в своей работе начал, ну, в своей карьере начал работать на телевидении, это был канал, первый канал был на позиции, на четвёртой позиции. И, в принципе, он находился действительно в таком, ну, очень таком непонятной ситуации, непонятно были… Плавающим. Плавающим таким. Все ругали телевидение и всё остальное. За пять лет, как вы знаете, я закончил 28 декабря свою работу, закончил, как первый канал стал самым смотрительным, самым любимым каналом в Латвии. Это большое достижение. И это то, что мы сделали за этот период. Второе – это было то, что особенно господин Диманцы, потом Аэду Левск ЦАЛы продолжила. Этот Совет очень интересовался, как у нас финансовые дела идут, потому что мы находимся, или телевидение находилось на рекламном поле, в рекламном рынке. Да, мы ещё не вышли с него. И нам ставились очень конкретные задачи, что мы должны делать, потому что рекламные деньги – это контент. Ребята, делайте контент, от вас ждут контент, от вас ждут роста аудитории. И третья, очень важная вещь, которая тоже сильно изменилась за эти года, если предыдущий Совет, в принципе, делал запросы, и их интересовали какие-то вещи, ошибки, недоработки, внутренние проблемы, то эти запросы были ориентированы на то, чтобы нам помочь. Вот к вам придёт господин Грубе, например, через какое-то время. Гинс Грубе был одним из тех людей, который реально вникал в проблемы, чтобы нам помочь их решать. Он говорил с людьми, он нам помогал и так далее. Вот эти три вещи изменились радикально при Новом Совете. Не изменились лозунги, лозунги остались те же самые. Общественные СМИ – это самое важное и всё остальное. Это мы всё умеем, но стилистика изменилась радикально. Если по аудитории, этому Совету, в принципе, даже очень не устраивало то, что мы достигли первой позиции с первым каналом. Как это может не устраивать? Почему? Знаете, вот это, наверное, вопрос тогда к Совету как таковому. Чего решили, что это их не устраивает? Знаете, когда собирался народ на общее собрание в телевидении, и когда объявили о том, что официально латвийское телевидение стало номером один на этом рынке, и телевидение на это работало буквально годами. Это была такая мечта, на которой мы годами работали. Когда мы это достигли, как вы думаете, кто аплодировал и кто не аплодировал? То есть Совет не аплодировал? Совет не аплодировал. И это то, что показывает, что у них, скажем так, приоритеты Совета абсолютно иные. Какие у них советы, спросите вы. Но моё чувство, что там, в принципе, у них интересы в том, чтобы мы были реально сильны по аудитории, нет и так далее. Второй вопрос, могу продолжить. Второй вопрос это по рекламе и по доходам. Не только нет интереса в том, как мы могли бы зарабатывать деньги, что у меня стояло в моём частном рабочем договоре, но они даже старались сделать всё, чтобы, скажем так, латвийское телевидение и группа рекламы не могла качественно включиться в конкуренции. И вы знаете, меня уволили за контракт, который я заключил с каналом 24, за которого предыдущий совет, но я бы получил как минимум два ордена и три премии. Это всё было правильно, но эти все вещи, действительно, как я уже говорил, они изменились. Господин Балтон, наденьте, пожалуйста, наушники, начнём принимать звонки. Доброе утро, как вас зовут? Мы вас слушаем. Доброе утро, меня Константин зовут. А меня вот интересует такой вопрос. В общем-то, сейчас информация, которую распространяют средства массовой информации, как бы не очень доверяют люди. А вот скажите, существует такая медиакарта, в которой указано данное конкретное средство информации, принадлежит такому-то лицу, который является, словом говоря, другом Путина, а другой является членом партии Согласия и бенефицар такой-то. Ну, короче говоря, чтобы знать, кто какую информацию распространяет, да, и делать выводы для себя, зачем ему это нужно. Спасибо. Да, но это очень серьёзный вопрос, который вы задали, и спасибо за него. Нет такой карты на данный момент, действительно нет, но новое законодательство, которое, в принципе, на подходе на данный момент, и о котором очень часто любят говорить во время вот этого кризиса недоверия с Советом, действительно там обозначено место и, скажем так, информации о владельцах каждого СМИ, потому что действительно сейчас не очень понятно, и в скобках особенно в интернете, что это такое, кому это принадлежит и кому это служит. Это, наверное, вот та сложность 21 века, с которой мы сталкиваемся на данный момент. Нет, законодательство это предвидит. Будут ли, скажем так, такие резкие изменения в этом плане, и поймёте ли вы, скажем, после того, что вы увидите, скажем так, как владельца, скажем, одного или другой информационной площадки, сможете ли вы принять какие-то решения? Я не знаю, потому что, ну, есть такое свойство тоже, что там появляются какие-то не очень понятные названия компании или ещё что-то, почему не особо можно прочитать, скажем, какой цветонаправленности данная информационная площадка. Ну, разве нельзя это определить даже просто по характеру новостей? То есть, когда мы смотрим новостные выпуски, мы можем примерно понять политический спектр… Вектор, да? Да, да, куда? Ну, там надо различать, наверное, комические СМИ, там больше нужно понять, потому что редакции в комических СМИ, они свободны в своём видении. Да, и, ну, вам, например, никто не может указать, если вы, скажем, у вас есть какие-то ваши политические приоритеты, вы не должны их скрывать. Да, ну, это нормально. У общественных СМИ там ситуация иначе. Всегда позиция двух сторон, всегда не трилитет журналист. Да, да, да. Да, 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 чтобы не перевешивать. Ну, мы же помним, что субъективно иногда часто перебивает, очень сложно скрыть свои личные предпочтения. Но по поводу вот как раз-таки того, кто платит и заказывает музыку, это, может быть, и про прессу стоит поговорить, что иногда это и брат, и сват, и охранник. Бизнес можно переписать на кого угодно, а и журналисты не всегда могут знать учредителя, да, кто стоит за той или иной группой, и, мне кажется, уже слушатели или другие получатели информации. Но вот поскольку мы русскоязычное вещание, мы все-таки радиостанция, вы возглавляли латвийское телевидение. Если мы говорим про ЛТВ-1, хотелось бы поговорить еще и про ЛТВ-7, что сейчас с ним происходит. Это идет абсолютное сокращение программ сейчас, оптимизация. И как вы думаете, куда это зайдет? Не получится ли так действительно, как говорил мне, так и не выбранный на должность председателя ваше место господин Гейлс, который собирался, да, что давайте пустим русские субтитры, от ЛТВ-7 откажемся, будем интегрировать жителей Латвии таким образом, чтобы они слушали и привыкали к латышскому языку. Вот мы не идем на пути, вот в этом направлении. Ну скажем так, куда мы идем, я вам сейчас не отвечу, потому что я не там, и я действительно не знаю планы. Если вы спрашиваете меня, что надо было бы делать, или, вернее, сначала скомментирую вот это высказывание Гейлса, это принципы, мы слышим, непрофессиональность человека. Он не связан был с медиами, и поэтому он как бы, он решил, что так можно делать. Но я знаю мнение своих коллег, они были действительно озабочены вот этим высказыванием, потому что там как бы, ну, там появляются вот эти рога непрофессионализма, и если этот человек начнет руководить и делать так, как он действительно говорит, там действительно можно дров наломать. Непрофессионализм в чем, вот, на ваш взгляд, в данный момент, допустим, просто оставить контент на английском языке и предоставить перевод? Недостаток опыта, может быть, это не… Ну, может быть, всё, не знаю. Но, по крайней мере, то, что у меня был опыт в газете Диена, мы имели и русскую версию газеты Диена, и действительно и допускали эту ошибку, да, мы делали чуть-чуть, чуть-чуть такую, ну, такой перевод латышской Диена, которая была мега популярна и имела огромный успех среди латышей, и влияние в том числе. И мы сделали русскую версию, которая, в принципе, не работала. И, ну, один коллега из рекламного бизнеса, он сказал, знаете, вы с этой латвийской Диеной, Диена, вы делаете такое… Ну, вот, ну, там были другие, там были конкуренты, которые были посильнее, ну, там сегодня было, и часы, и всё остальное. Ну, и он сказал так, знаете, если они варят там у себя в Старой Риге, ну, такой нормальный русский борщ, да, то у вас тут такой бульончик получается, да. И, по-моему, вот ответ господину Гиллсу, да, он предлагает, ну, нормальный бульончик, который, в принципе, был бы интересен только с точки зрения информации, но он не будет играть никогда серьёзную роль, как СМИ. – А у меня сразу вопрос всё-таки общий, вот ваше мнение. Сейчас раздаются голоса о том, что вообще не нужны, ну, вот общественные СМИ на русском языке, и если, ну, необходимо нанести информацию, она должна быть только на государственном, вот насколько вам кажется, вот нужны или не нужны? То есть потому что, и понятно, что есть серьёзный конкурент, всегда можно посмотреть телевидение, услышать, там, в конце концов, через интернет, радио из России на русском языке. Если вы хотите моё мнение, я думаю, что не только нужны общественные СМИ на русском языке, но просто необходимы. И это моё серьёзное мнение по этому вопросу. То, что, я думаю, что коллеги из радио сделали очень много со своим четвёртым каналом. Я думаю, что латвийское телевидение по разным причинам, и в том числе, я думаю, какое-то моё, мои недоработки. Мы не смогли сделать такой же самый канал коммуникации с русскоязычными, или как, но с русскими, всё равно, в Латвии. Но я думаю, что мы были уже на пути, чтобы там больше чего-то сделать, но, к сожалению, не получилось. То, что я видел как развитие русского вещания, я видел, в принципе, контент, который мы должны были перенести частично или полностью в интернет и коммуницировать с более молодой аудиторией Латвии, и работать с этим своим слушателем, своим зрителем как раз на площадках интернета. Мы по этому поводу также разработали проект и предложили его совету. Это было, по-моему, ещё весной 2018 года. К сожалению, там такой реакции и поддержки, но, как всегда, но мы последний год, мы не получили. Так что я вижу, что необходимость действительно есть. Я думаю, что такая главная коммуникация должна происходить в интернете с более молодой аудиторией. Потому что я больше чем убеждён, что, скажем так, аудитории 40-50+, они консервативны, их устраивают те СМИ, которые есть. И там есть Первый канал, Первый Балтийский канал, там есть Российские каналы, там есть и Радио Балтком и всё остальное. И в этом информационном поле они чувствуют себя, в принципе, хорошо и комфортабельно. То, что мы должны были как общественные СМИ, это сделать альтернативу и альтернативу для более молодой аудитории. Ну, наверное, мой голос не был достаточно громким, и меня не услышали. И проект где-то сейчас, насколько я понимаю, его не одобрили, он до сих пор где-то лежит. Бывший председатель правления латвийского телевидения Ива Росбелта у нас в гостях. Я напомню, 672-12-939, 672-13-939. Звоните нам, задавайте вопросы и пишите нам по WhatsApp по 2061-91. Ну, вы сказали, что аудитория 40+, и так далее, достаточно консервативно их устраивает. Ну, вот тот, может быть, перечень каналов, которые есть, это в том числе и российские каналы, да, и в данном случае, может быть, ЛТВ-7 проигрывает по... Ну, не так конкурентно способны, потому что у них уже есть привычные кнопки. Хорошо, если вот у нас сейчас министр культуры сменился, господин Пунтулис, он уже возражает против самодостаточности русского языка. Мы не говорим о коммерческих СМИ, он именно против общественных СМИ. Он говорит тогда, почему нарушаются права украинцев, литовцев, живущих в Латвии, белорусов, да, почему одних уважаемых существует, там, ЛТВ-7 или ЛР-4, да, а других нет. И вот на ваш взгляд, чем угрожает и что будет, если не будет никакого, ну, гипотетически, опять же таки, ни ЛР-4 и ни ЛТВ-7, если просто перестанут выделять финансирование, то в конце концов это и произойдет. В чем это опасно вообще? Опасно ли это? Ну, я считаю, что государство должно коммуницировать со своими жителями, со своими людьми. И сейчас что происходит? Если смотреть по данным, мы, государство Латвии, довольно-таки успешно это делает с латышами, очень успешно делает с людьми, ну так, 35 плюс, наверх, более старшими, через вот основные СМИ, радио и телевидение. Там, где я вижу недоработки, это в плане интернета, потому что мы, общественные СМИ, не работают, по моему усмотрению, хорошо с молодежью. Это латышская часть. В отношении к русской аудитории, я думаю, что Радио-4 сейчас на данный момент делает основную работу. И, ну, молодцы коллеги из латвийского радио. Я думаю, что на базе этого надо было развивать что-то дальше, мультимедийные площадки для более молодой аудитории, что не делается. И также нет концепции на данный момент, что делать с телевидением. И я вижу, что, в принципе, в плане русской аудитории, вот эти все три пункта, радио, телевидение и интернет, ЛСМ или ещё чего-то должны были объединиться и, в принципе, работать в этом плане. Надо ли это? Был такой вопрос, да, надо, потому что есть необходимость в коммуникации. Это коммуникация, это вопрос, в каком информационном поле часть населения, в принципе, живёт. И что интересно, ну, я вижу, что высказывания господина Пунтулиса действительно показывают, что мы уже начинаем забывать вот эти, вот начало конфликта украинского, вот этого конфликта, Донбасса и всё остальное, и Майдана. Тогда этот вопрос очень сильно поднялся, и там даже были готовы инвестировать и говорили об этом и так далее. С русской вещами. На этой волне, да, тогда и что-то там создавалось, и как я вижу, очевидно, мы про это начинаем медленно забывать. Если мы про это забудем, то мы не будем коммуницировать, скорее всего, здесь в Латвии на русском языке с людьми. Вот пришло в WhatsApp сообщение, я понимаю, что это комментарий к вашему высказыванию о том, что частные СМИ могут высказывать свою позицию политическую, а государственные должны быть нейтральными. Вот слушатель пишет, ну вот в жизни всё как раз наоборот. Некоторые частные СМИ более нейтральные, чем государственные. Ну вот приводит Болтком, говорит, на Болткоме приглашаются люди с совершенно разными взглядами, а вот на латвийском телевидении никогда нельзя увидеть освещение проблем с противоположной, ну вот от государственной позиции. Вот, кстати, может ли государственное телевидение критиковать государство, власть, принятые решения, или оно должно только хвалить? Ну, я не знаю, наверное, вот эти конкретные конфликтные ситуации быстро забываются. Но я помню, что у нас были такие гости, которых никогда никто, но как бы особенно не приглашают. Мы пригласили, или вернее латвийское телевидение пригласило. Был большой такой... Вы имеете в виду какой-то список нежелательных лиц? Ну, такого списка нет. Нет, ну, где-то в уме. Да, да, да. Но есть люди, которые представляют, действительно, очень серьёзно представляют такой очень, ну, скажем так, позиции России, и поэтому их видно на общественных СМИ меньше. Мы это делали, потому что есть разные точки зрения, нас очень сильно критиковали насчёт этого. Но это есть, но это как бы не замечают. Но то, что, скажем так, общественные СМИ... Ну, за кого вас критиковали? Можете назвать несколько таких персон? Я сейчас, наверное, по памяти не скажу, но такие случаи... Я как минимум два помню, что были у нас, ну, была критика о том, что мы неправильных людей принимаем. И нужно ли нам выслушивать мнение, скажем, одного или другого господина, скажем, если он абсолютно не лоялен государству Латвии? Ну, было такое, но давайте потом по фамилиям я... Вот сейчас, известно вам или нет, правительство Эстонии выделило более 20 миллионов евро на строительство нового здания общественного телевидения. И вот знакомимся с этим материалом и заявлением Министерства культуры. Очень интересно, что у них они тоже борются за молодёжь сейчас и привлекают, и пытаются привлечь её. И они говорят о том, что они конкурируют, если мы, допустим, соревнуемся и там про ЛТВ-7 с российским телевидением, и лучше некоторые смотрят российские телеканалы, то они с англоязычными проектами конкурируют. Вот почему такая разница? Я думаю, что это связано с языками, с пользованием языков. У них чуть-чуть другая культура. У них всё идёт под субтитры, и это значит, что они... Под субтитры что? Эстонский на английский переводится? Или что вы имеете в виду? У них, если показываются, ну, скажем, они показывают английские фильмы, то они... Субтитры. Они делают субтитры. У нас субтитры не работают в Латвии, у нас должен быть голосовой перевод. И так далее. И это привело к тому, что в Эстонии пользуются больше английским языком, что, соответственно, открывают некие горизонты не только в сторону русского языка, русских вещаний разных каналов, фильмы, детские каналы, всё остальное, но появляется очень серьёзная альтернатива с английским языком. У нас этой проблемы пока вот так сугубо мы её как бы не чувствуем здесь, в Латвии. И там действительно получаются конкуренции по обе стороны. И с английскими каналами, которых там, как и у нас, да, очень много. И с российскими, как мы знаем, но оба эти, оба канала, оба направления, они очень сильны по контенту. Они очень сильно конкурируют с местным контентом. Ещё одна тема, которую мы чуть-чуть вот как бы коснулись уже в разговоре фейк-ньюс, насколько опасность распространения фейк-ньюс актуальна для общественных СМИ, насколько нужно общественным СМИ быть более, может быть, осторожными, потому что какую-то новость могут быстро перепечатать коммерческие, понятные издания ради сенсации, ради заголовков, насколько общественным СМИ приходится быть более, ну, тщательно проверять информацию? Ну, знаете, эта тема, эта тема очень, очень актуальна, актуальна уже более пяти лет, насколько я помню. И иногда получается даже, знаете, не… Вот такой фейк-ньюс, если оно очевидно и не подтверждается, но нигде ссылки на это нет, это запросто, да, это несложно. Но сложнее, знаете, в чём, когда сложнее? Когда, особенно общественные СМИ, некоторые лица начинают использовать и дают информацию, которую они хотят вывести на СМИ, и которая может быть только частично правдива, да? И, ну, назовём это так, просто кто-то использует тебя ради своих каких-то интересов. И вот это очень серьёзная и очень ответственная тема, потому что там действительно надо всё шесть раз проверять, потому что случается так, что может оказаться, что не вся правда является такой. А насколько сейчас плачевная ситуация экономическая, финансовая у латвийского телевидения, у нас была госпожа Лида Кай, и вот после эфира она обмолвилась, что есть кредиты. Да, действительно это так? Мы взяли кредит на технику, да, чтобы закончить один проект, да. И есть чем, не знаю, гасить эти кредиты? Ну, естественно, ну как, но этот кредит и платежи, они просто бюджетируются в финансовом году, и это не так, что кредит, значит, обозначает какую-то плохую финансовую ситуацию. Но я понимаю, даже вопрос там отправки евровидения конкурсанта от Латвии сейчас стоит под вопросом, потому что вот одна такая поездка ежегодно обходится в 300 тысяч евро порядка, да, и неизвестно будет ли эта сумма для того, чтобы мы могли участвовать в конкурсе. Мне кажется, это не говорит о нашем таком шатком-валком положении? Или это для нас не приоритет? Я бы, наверное, ставил вопрос по-другому. Общий бюджет на контент латвийского телевидения сократился в 2019 году. И в рамках этого сокращенного бюджета ставится вопрос, ну, нужно ли нам ехать на участие в Евровидении, или нам нужны какие-то другие приоритеты, или нам надо эфир выстроить в техническом плане, да, и это больше приоритет. Если, скажем так, предыдущий совет очень сильно работал над тем, чтобы мы больше работали в плане контента, потому что, ну, это ваша задача, да, то, скажем так, уже совет госпожи Тесбера больше склонен к разным техническим вопросам, и контент уже, скажем так, второстепенно, но такое мое чувство. И поэтому, да, действительно, получается, там были в 2018 году проекты, которые действительно стали дороже, чем мы планировали, там есть и расчеты, и объяснения, и все остальное, и не успели мы до конца это сделать, и так далее, и вынесли это, к сожалению, на 2019 год, и так далее. Но бюджет есть бюджет, да, и приоритеты есть приоритеты, но делать это в упрек сейчас правлению, скажем, латвийского телевидения, я бы, наверное, так осторожнее. Нам на этом пора заканчивать. У нас в гостях был бывший председатель правления латвийского телевидения и в Росбелте. Спасибо большое, что пришли. Спасибо вам. Да, ну а мы продолжим с обзором прессы. Спасибо.